Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Ко мне регулярно поступают запросы. Готовь соусы, соусы, еще раз соусы. Можно подумать, что основная аудитория моя находится не в России, а во Франции. Давайте сегодня займемся очень любимым народом, самым простым и, наверное, самым известным в мире соусом майонез. Соседи затеяли ремонт, и я чувствую, сегодня у нас будет просто потрясающая съемка. Я даже не знаю, как я смогу избавиться от этих постоянных шумов. Такая бригада спорвалась. Майонез – это совершенно потрясающий соус. У него есть ненавистники, но подавляющее большинство России, по моим наблюдениям, его просто обожают. И перед новогодними праздниками берут его просто ведрами. Я такой любви, страстной любви, не одобряю. Мне кажется, что если все готовить с соусом майонез, то никаких других вкусов не останется. Сам его не покупаю, но готовлю. Готовлю, правда, редко. Почему я его не покупаю, а готовлю? Дело в том, что в продаже сейчас имеется и продают не майонез. Он, конечно, так называется, но он никакого отношения к настоящему соусу майонез не имеет. Настоящий соус майонез готовится из яичного желтка, растительного масла и вкусовых ароматических добавок. Это, если мы говорим про майонез провансаль, это уксус и горчица, ну и немного соли. Другие соусы, другие добавки – это не важно. Так вот, в продаже в лучшем случае имеется майонез, который состоит из яичного порошка, а не яичных желтков, и эмульгаторов, красителей, загустителей, всяких вкусовых добавок, которые никакого отношения к настоящим натуральным не имеют. То есть, вообще какая-то профанация. Готовится соус очень просто. То есть, буквально, если нужен вам стакан майонеза, это делается за 5 минут. Давайте начнем. Для этого мне понадобится желток одного яйца. Белок понадобится отделить. И пулисты могут отделить вот эти вот канатики. Они в готовом майонезе нам тоже не нужны. Итак, желток. Сразу рекомендую посолить. Дело в том, что до вкуса мы досаливать будем потом, в зависимости от добавленного количества масла. Потому что один желток может эмульгировать от половины стакана до целого стакана. И вы на свой вкус ориентируетесь, когда готовите майонез, когда вам нужно остановиться и подливать масло. Кому-то нравится более масляный, более жирный майонез, кому-то более желточный. Но если соль добавить сразу, то желток взбивается получше. Но сейчас, в этот же момент, сразу после того, как я посолил, я добавляю буквально половину чайной ложки воды. Для того, чтобы крупинки соли сразу же начали в желтке растворяться, в смешанном. Давайте проделаем это. Вот этого количества хватит. Тут же приготовлю горчицу. Её мы будем давать до вкуса. Сейчас начинается самый ответственный момент. Мы начинаем просто взбивать венчиком этот желток. Это можно делать и электрическим агрегатом. Но тут нужно следить. Очень легко желток перевзбить. А перевзбитый майонез становится очень плотным, очень твёрдым. И консистенция не такая хорошая, текстурная. Если мне приходится взбивать большое количество майонеза, ну, из трёх желтков, это считайте на почти 2-2,5 стакана масла, я это делаю уже в электрическом миксере. Потому что, когда масло добавляешь побольше, взбивать там это уже просто тяжело. Ну, смотрите, он уже перемешался. И вот сейчас мы начинаем добавлять оливковое масло. Приостановлюсь. Оливковое масло нужно добавлять обязательно рафинированное. Можно будет добавить потом для вкуса нерафинированного Extra Virgin, но совсем немного, потому что оливковое масло Extra Virgin в майонезе начинает горчить. И вот эта вот горечь даёт достаточно такой неприятный оттенок. На первом этапе нужно добавлять оливковое масло буквально по немножечку, буквально по капле. Тонюсенькой струечкой, толщиной со спичку. Немного добавили и взбиваем. Если добавить сразу много, очень легко ваш майонез может засечься. И перестанем взбиваться. Смотрите, добавляю. Вот этого хватит пока. Здесь даже половиной ложки нет. И начинаю взбивать. Это слово засечься. Я употребил, чтобы выпилиться. Я имел в виду, что он при добавлении слишком большого количества зараз оливкового масла начнёт расслаиваться, взбиваться на части, слоиться. Ну, и перестанем взбиваться. Яйца для майонеза желательно брать свежие, естественно. Если вы в первый момент не переборщили с маслом, то ваш желток начинает эмульгировать это масло и загустевать. И всё начинает становиться похожим на разогречённое сливочное масло. Это знак того, значит, всё идёт по правилам. Всё идёт по плану. Добавляем ещё немного. Чем больше добавите масла, тем более светлым, более кремово-белым будет майонез у вас готовый. Видите, пока добавлено ещё очень мало, и поэтому он весь такой жёлтенький, но уже густой. Добавляю побольше масла. Смотрите, видите, он собрался очень такой густой. Продолжаем процесс. Когда он собрался вот уже вот такими длинными полосками, вот так вот загустел, он может добавлять уже больше. Но опять же не переборщите. Хранится такой майонез в холодильнике дня три. Сравните со сроками хранения промышленного. Представляете, что-то там подпихали, каких консервантов. Добавляем ещё масла. На мой вкус очень важно не перезбить майонез, чтобы он не загустел и не стал таким комковатым, плотным. Поэтому тут нужно аккуратно работать венчиком. И вот уже на этом этапе, я не люблю очень масляный майонез, и добавляю не больше половины стакана масла на один желток, вот уже на этом этапе можно заниматься добавками ароматических всяких веществ. В данном случае это будут горчица и уксус. Это острая горчица. Она по вкусу, наверное, наиболее близка нашей такой ядрёной русской горчице. После добавления уксуса майонез становится более жидким. Поэтому вот этот комок, который был в начале, сейчас превращается вот в такую вот уже растекающуюся пасту, массу. Как у нас моментально погода меняется, уже и солнце спряталось за тучки. Ну вот, майонез практически готов. Переложим его в чашку. Всего в этом майонезе сейчас почти полная чайная ложка горчицы. И, наверное, не одна столовая, а одна столовая, одна чайная. Ну, то есть, где-то 4 чайных ложки уксуса. Для того, чтобы получить вкус майонеза провансаль, нужно даже ещё немножко больше уксуса добавить. Потому что майонез провансаль, он такой уксусный. Ну, тут всё по вашему вкусу всё делаете. Всё выбираете. Вот смотрите, какой он получился. Видите, какая красота? Такой густой, ароматный. Попробуем. Отличный, замечательный майонез. Что особенно радует. Здесь нет никаких эмульгаторов, красителей, никаких консерваторов, консервантов. Кроме уксуса, конечно. Вы видите, какой густоты он получился. Совершенно замечательный. Такой густой, но всё-таки стекает. Тяжело он устекает в ложке. Добиться той густоты, какой вам нужно, можно на самом первом этапе. Когда вы только начинаете взбивать его, взбивать яйцо и масло, ещё не добавили ни уксус, ни горчицу. Если на этом этапе вы будете взбивать больше времени, подольше, создадите такую консистенцию, чтобы получилось это похоже на сливочное масло, тогда при добавлении уксуса и горчицы он, конечно, будет разжижаться. Но не до такой вот степени, а останется ещё более густой. Тут всё на ваш вкус. Мне, честно говоря, очень густой не нравится. Ещё момент. Вот в этом майонезе сейчас есть уксусная кислота. А вы можете получить совершенно другие ароматы, если будете вместо уксуса добавлять, допустим, лимонный сок, или яблочный уксус, или винный уксус. Это тоже будет майонез. Это будут другие вкусы, другие ароматы, которые, возможно, вам понадобятся в каких-то ещё блюдах, в каких-то салатах. Если вы делаете майонез свой для того, чтобы заправлять, к примеру, салат, то для салата можно делать более уксусный, более кислый по вкусу майонез. Для того, чтобы в самом салате он заиграл всеми красками, всеми ароматами. Чтобы не нужно было добавлять ещё что-то к майонезу, ещё какие-то вкусы и ароматы. В общем, майонез – это база. И на эту базу вы наслаиваете свои желания, свои хотелки, свои мысли, свои фантазии ровно так, как вам подсказывает в этот момент ваш язык, ваши вкусовые павырышки. На сегодня, я думаю, это всё. Спасибо за внимание. Новые зрители, заглядывайте вот сюда. Здесь ролик снят специально для вас. В этом ролике я рассказываю, где ещё можно посмотреть рецепты кулинарной пропаганды. Я ведь не только видео снимаю, я ещё и тексты пишу, и фотографии. Кстати, что-то вы, зрители мои, уважаемые в Инстаграме, неактивное. Туда я очень много фоток выкладываю. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!